Привет, друзья! Это Лена, и добро пожаловать снова на мой канал. Добро пожаловать в очередное видео. Я только что вернулась с фотосессии, и я решила, что в принципе я, наверное, успею снять для вас пустые баночки, прежде чем снять накладные ресницы, смыть это всё, достать чипсы, пойти смотреть футбол, и прежде чем мои кудряшки окончательно покинут чат, потому что они как бы, да, от такой жары не очень хорошо держатся. Итак, пустые баночки. В этом месяце, на удивление, мало. При том, что мы путешествовали, вроде бы, во время путешествий кончаются эти малявочки, в этом месяце очень мало всего. Прямо я смотрю, я прям как бы, неужели уже конец месяца? Но тем не менее, давайте посмотрим, что у меня закончилось. Из декоративной косметики, на самом деле, закончилось довольно нормальное количество. Я начну с помады, которая сейчас у меня на губах. Это Colourpop оттенок Creeper. Это абсолютно культовый их оттенок. Так, мне кажется, это самый культовый оттенок красный. Я имею в виду... Вы видите, насколько он закончился? Я как бы с трудом могу нанести, я прям... Давай. Он у меня закончился, когда мы были в Евпатории. Я брала его с собой, я знала, что он будет кончаться. Я вот сейчас на просвет, как бы, на Ring Light смотрю. Абсолютно пустые вот тут стеночки. То есть я выскребла всё из этой помады. Она была у меня, мне кажется, года три, как мне кажется. Мне она очень понравилась. Ну, как бы... Сейчас. Она мне понравилась, но это не самый любимый мой красный оттенок. То есть она была нормальная, но, ну, как бы, хороший красный оттенок. Я назову это так. Но не что-то издельно, как бы, вау, лучшие красные жизни. А вы знаете меня. Каждый второй красный — это лучшие красные в моей жизни. То есть она мне понравилась, но я не уверена, что я буду заказывать дальше. Я её заказывала в наборе. Там был блеск для губ, ярко-розовая помада и вот эта помада. И я такая, окей. Это формат, который, скорее всего, на самом деле в какой-то момент закончится, потому что, вы знаете, у меня много красных помад. Чтобы они закончились, нужно очень много времени. Вот такая крошка, как бы, закончилась даже у меня. Дальше закончился очень любимый мной CC-крем. Это KORUS. Вы знаете меня. Я очень люблю марку KORUS. Это CC-крем Wild Rose. Оттенок у меня medium. И он довольно тёмный. Сейчас, если тут хоть что-нибудь осталось... Так, вот немножко мне удалось нанести. Вы видите, оттенок... Я прошу прощения за мои ногти. У меня отрастает гель-лак. Он ещё не слез. И я просто его крашу поверх красным. И он выглядит ужасно. Я прошу прощения, я ещё не успела с ним ничего сделать. Так, вот как он выглядит. Вы видите, как бы, этот цвет, который... Мне кажется, темноват для того, чтобы его назвать medium. То есть он мне подходил вот как сейчас, когда я несколько раз была в отпуске, два раза была на море. Я такая, как бы, ей, я загорела. Вот на такой оттенок кожи он в самый раз. Я бы его, скорее, назвала такой medium deep. Но, опять же, это греческая марка. Потому что греки обладают немножко более тёмным цветом кожи, чем я. Вот, поэтому, наверное, для греческой кожи это как раз medium. Вот, но как бы более привычный для нас категорий — это, я думаю, что скорее более тёмный оттенок. Вот, поэтому будьте предупреждены, если будете брать. Также у него очень плотное покрытие. Ну, по крайней мере, для сисекрема у него очень плотное покрытие. Потому что у меня также из сисекремов, вот из того, что приходит в голову Эрбариан, он практически полупрозрачный. То есть я его наношу на дни, когда мне нужно минимальное покрытие. Ну, то есть вот на повседневной основе, там, я иду в офис, у меня минимальный макияж. Этот сисекрем даёт мне очень лёгкое покрытие. У этого покрытие было, честно говоря, довольно плотное. То есть, тем не менее, кожа дышала, но покрытие было. То есть оттенок он давал. Сейчас вот я им как раз на повседневной основе носила. Потому что, опять же, сисекрем — это забота о коже, это здоровье, это SPF. Я практически уверена, что он здесь есть. Я не могу здесь найти никакого указания. Мне кажется, на коробочке было написано, что тут есть SPF. В общем, это защита для кожи, это уход. Поэтому на лето это в самый раз. И, опять же, оттенок был отличный. Я его использовала каждый день на работу. И он мне очень-очень-очень понравился. Я уверена, что я к нему вернусь в какой-то момент снова. Ну, и, как я уже говорила, я очень люблю Коррес. Очень люблю эту марку. У них всё просто потрясающе. Дальше, что у меня закончилось, и это как бы вау. Это ELF. Палетка называется Saint Lucia. Очень знаменитая их палетка. У неё огромное зеркало, что потрясающе. Тут есть бронзер, и тут есть румяна. Бронзер раскрошился. Я его использовала сколько могла. Но как бы сейчас у меня кисть его просто уже не набирает. Считается, что бронзер – это аналог для Nars бронзера оттенок Laguna. Сейчас я попробую его. То есть я прям неоднократно слышала, что это абсолютный вьюб для оттенка Laguna. Он похож, но мне, честно говоря, Laguna нравится побольше. Потому что у меня есть Laguna. Я бы сказала, что она немножко другая. Но этот бронзер всё равно, в принципе, довольно хороший. Я не могу его назвать своим любимым бронзером. Он, в принципе, неплохой. А вот эти румяна считаются абсолютнейшим, как бы, один в один аналогом румян. Опять же, Nars легендарных оттенок Orgazm. И вот тут... Сейчас я вам их покажу. Сам оттенок, как бы, цвет... Сам оттенок, ну, вот, как бы, цвет очень красивый. Видите, такой нежный, розовенький. Он мне прям очень нравился. Но я не знаю, сколько моя камера передаёт. В нём очень крупные блёстки. То есть, причём, как бы, они золотые. То есть, такой персиково-розовый нежный румянец. Оттенок румян, цвет. И золотые блёстки. Я думаю, что это подразумевалось как шиммер. Но это не шиммер. Это блёстки. Я очень надеюсь, что моя камера это передаёт. То есть, каждый раз, когда я его наносила, я такая, какой симпатичный цвет. Но эти блёстки... У Nars этого нет. У них как раз мерцание. У них как раз шиммер. Здесь иного слова, кроме блёстки, я подобрать не могу. Я сейчас попробую ещё разок вам показать. Ну, в общем, как бы, оно блестит. Но оно блестит не совсем так, как, вероятно, вам хотелось бы... Что вам хотелось бы наблюдать на своём лице. Я вот буквально вчера в очередной раз... Ну, то есть, уже вот закончился этот бронзер. И я такая... Ну, я попробую пользоваться румянами. Я вот вчера их в очередной раз нанесла. Я понимаю, что нет. Это прям блёстки на лице, которые видно. И, в общем, как бы, нет. То есть, я вижу, что эти оттенки похожи на оргазмы Лагунова. Но, тем не менее, это не стопроцентный дьюб. То есть, для бюджетного, как бы, неплохой аналог, как бы, в принципе, что-то общее есть. Но это не дьюб. Это не абсолютная замена для средств Нарс. Дальше. Окей. Мы ездили в Калининград в этом месяце. Вы, возможно, знаете. Я брала с собой два тональных средства. Одно Живанши, оно у меня ещё не израсходовано. А второе, я взяла вот это, Виши, Дермаблент, оттенок 15, опал. У меня лежал этот пробник. И почему-то я его долгое время не брала. У меня было какое-то ощущение, что что-то мне подсказывало, что что-то здесь не так. Я думаю, да не... Мне кажется. Я взяла его. Первый день мы в Калининграде. Я начинаю его наносить. И я понимаю, я вспоминаю, у меня был такой пробник. И я его начала наносить. И это просто как цемент. И я сейчас не пытаюсь найти какое-то слишком грубое слово. В буквальном смысле как цемент. То есть, когда вам говорят, помните, вот, по крайней мере, у меня в детстве говорили, типа, ой, тональный крем выглядит как штукатурка. И я каждый раз думаю, что... Вот. И это в буквальном смысле выглядит как штукатурка. Господи, это настолько ужасное средство. То есть, я не очень люблю вот прям... Ладно, окей, иногда я ругаю средства у себя здесь. Но я сейчас попробую... Смотрите, насколько оно плотное. Смотрите на это. Оно просто как будто... Реально как... Не знаю, замазка какая-то. Вот мне кажется, у меня, когда строители делали ремонт, вот шпаклёвка на стену изначально ложится примерно так, в буквальном смысле слова. И он лежит как маска на лице. То есть, видите, как бы слой, чем это. И это при том, что, опять же, я не против плотного тонального средства. Как сейчас, наверное, по мне видно, я не против плотного тонального средства. Но, тем не менее, как бы, да. Вы видите, что у меня на лице есть тональный крем. Но, тем не менее, как бы, он, по крайней мере, для меня выглядит нормально. Опять же, я была на фотосессии, для меня это нормально сейчас. Это выглядит как не пойми, что у вас на лице. То есть, очень плотный слой, очевидно, чего-то у вас на лице. То есть, как бы, оно вот просто лежит у вас на лице. Такое, как бы, вот я здесь вот намазанная. Я плохо растушевываюсь, мне очень хорошо видно Вау, это настолько плохое средство И я удивлена, что это виши Потому что мне кажется, что в целом виши себя позиционируют Как что-то типа естественная красота или что-то такое Поэтому вау, я не ждала от них такого Но опять же виши не самая дешевая марка Поэтому я вдвойне не ждала от них такого Вау Хорошо, что у меня был другой цельный крем Тоже моя лявка с собой в поездке Потому что ну как бы один день я уже начала его носить Я не знаю, что у меня нет времени переделывать И первый день в Калининграде я просто как бы Окей, я просто буду игнорировать Только я сегодня выгляжу Потом у меня закончилась подводка Это маркер, кабаре, премьер Я не знаю, почему каждое слово я должна так сейчас выговаривать Потому что жара, и мне тяжело Но тем не менее, это Вивьен Сабо Премьер кабаре, маркер, он потрясающий Вивьен Сабо в целом Грифель, вы видите, он такой Прощай У Вивьен Сабо, в принципе, прекрасная история из прошлого месяца Кстати, пустые баночки за прошлый месяц я монтировала сегодня утром Жизнь была очень бурной У меня ни до чего не доходят руки, я ничего не успеваю И вот, в общем Эта подводка прекрасная У Вивьен Сабо также есть прекрасная жидкая подводка Мерси А вот эта как бы маркер, она намного более удобная на повседневной основе Потому что, в отличие от жидкой подводки, вам не нужно как бы ее доставать кисточку Потом ее снова макать, там смотреть, чтобы не было слишком много, ждать пока высохнет Здесь как бы все, все готово Максимально просто и быстро можно нарисовать стрелки И эта подводка мне очень понравилась То есть этот маркер мне довольно долго прослужил И он не высыхал, он был отличный И да, он рисовал достаточно насыщенную стрелку Что отлично, потому что иногда маркеры не очень насыщенные Что странно, но как бы я такое просто замечала А этот был просто супер Дальше закончилось, мне кажется, на этой неделе И это карандаш для бровей Faberlic оттенок 55-62 Я обожаю этот карандаш Видите, он как бы полностью иссяк У меня, мне кажется, уже третий или четвертый карандаш вот такого оттенка заканчивается Я постоянно их перезаказываю Это очень хорошие карандаши У них очень-очень тоненький грифель Они не слишком жирные, не слишком мягкие Абсолютно идеальная консистенция Также с другой стороны есть щеточка, что также очень удобно То есть у Faberlic вот эти карандаши прямо очень-очень-очень удачные У меня, как вы знаете, сейчас татуаж бровей Но иногда, особенно опять же, если мне пристают съемки Я обычно прокрашиваю их карандашом все равно еще раз Например, сейчас вот я ездила на съемки И я карандашом прокрашивала их поверх Просто чтобы они были более яркие Потому что когда вы фотографируетесь или когда вы их снимаете Вам нужно немножко более яркий макияж делать, чем вы носите в повседневной жизни Потому что, ну, как бы для камеры это важно Потому что считается, что камера добавляет вес Но вот что я заметила на камере Камера съедает пару килограмм косметики Поэтому я, когда снимаю видео Или когда иду фотографироваться Я крашусь немножко более ярко Поэтому я вот использую такие карандаши Перед фотосессиями или съемками Вот, я очень долго про него рассказываю Но как бы карандаш очень хороший, можно сказать У меня уже много таких закончилось Дальше у меня закончилось два аромата Первый это Kinzo Le Intense Вот очень приятный такой цветочный, ненавязчивый аромат У Kinzo, мне кажется, их цветочные ароматы очень приятные Они свежие И они, мне кажется, довольно универсальны Я могу представить себе этот аромат на большинстве девушек Мне кажется, что они довольно такие универсальны Я не могу сказать, что у меня как-то очень сильно Ну, то есть он был приятный Но это не то, что я куплю полноразмерность Так на каждый день иногда было интересно Но не более того Дальше Я брала с собой А, нет, не с собой У меня в сумке с собой лежал этот аромат Небольшой Жванши Ирозистабль? Ирозистибль? Я пытаюсь читать по-французски Он очень сладкий Ну, как будто такой Немножко приторный Но приятно приторный Но опять же Вот Нет, не опять же Этот аромат подойдет не всем Потому что он сладкий Прям такой Немножечко сахарной ваты Отдает Мне он понравился На некоторые дни он был в самый раз Особенно, когда он у меня какой-то более женственный Такой миленький образ Что-нибудь Светленькое Миленькое Он довольно хорошо Поддерживал Такие образы Мне в целом понравилось Но не тот аромат, который я буду покупать На повседневной На постоянной основе Не буду покупать полноразмеры Вот, но так аромат Ну, как бы Приятный Так, из декоративки это все Теперь переходим к уходу Опять же, здесь не очень много Но давайте попробуем Закончилось это не меня Меня Вау Что за день Это не мое Это моего супруга Шампу В общем, марка Barba Italiana Вот Мне кажется, я его покупала Для мужа в Ривго В Литуале В Литуале Точно в Литуале Я покупала несколько средств И марки Мне так понравился дизайн И у меня У мужа У себя должен быть Его как бы Отдельный шампунь Стоящий Поэтому я такая Окей И этот шампунь Был не самым его любимым То есть он Его использовал наполовину Потом пришел на другой шампунь Потом уже только Типа, ладно, окей Нужно давить Я вернулся к этому Поэтому Несмотря на классную упаковку И то, что вот такой Barba Italiana И все классное Мой супруг говорит Что были шампуни Которые нравились ему Намного больше В общем, к этому Он возвращаться не будет Дальше У меня закончилась Эко-крафт Это натуральный дезодорант Белый Я пыталась Причем сначала White Grapefruit Потом я такая White Серьезно Просто прочитай по-русски Белый грейпфрут И фрезия Марка Эко-крафт Как я уже сказала И это Очень классное средство Я абсолютно От него такого не ожидала Окей Он натуральный, окей То есть он как бы Не просто без алюминия Всего такого Он натуральный У меня Мне кажется Бывали натуральные дезодоранты И это то, что я могу использовать Например, если нужно Дойти до магазина и обратно Это не то, что я могу Использовать на работу Когда мне нужно Дойти до метро Поехать на метро Там весь день Что-то активно делать Просто нет Они на мне не работают Я активно подотделяю Всегда Как бы просто Информация, которую Вам не обязательно Про меня знать Но теперь вы ее знаете И я не думала Что дезодорант будет Настолько эффективный Но он был просто супер Во-первых Он прекрасно работал У него не было Никакой отдушки То есть он Ну как бы не перебивал Туалетную воду Которую я поверх наносила Потому что Бывают дезодоранты У которых Есть свой запах И он немножко Как бы Диссонирует С туалетной водой Я тушусь Туалетной водой Которая мне нравится Я хочу, чтобы Мое тело пахло Какая-то туалетная вода И когда что-то Пахнет, типа А я буду пахнуть Как там, я не знаю Розочка Я просто Почему ты делаешь Это со мной? Просто делай так Чтобы люди Не чувствовали мой пот Не обязательно Одарять меня Вот этим вот Очень навязчивым Очевидным ароматизатором Пожалуйста Не делай этого Да В общем У этого дезодоранта Этого не было А также Помимо того Что он прекрасно работал Не имел Дебильной отдушки Он так экономично Расходовался Мне кажется Я начала его использовать Чуть ли не зимой Сейчас Июнь Конец июня 26 число И он все еще Ну вот он только закончился Он закончился Мне кажется На этой неделе У меня дезодорант Обычно заканчивается Я не знаю Месяца за два Полтора А тут его Очень долго хватило Он был мне прислан На обзор Но я уверена Что я его куплю сама Потому что он Настолько хороший Просто как Вау Я понимаю Что я очень долго Рассказываю вам Про дезодорант Но он правда Экстраординарно хороший Дальше Не закончилось Но нам пора расставаться Здесь осталось Наверное где-то четверть Вот посюда Вот осталось С этого средства Это Несмываемый спрей Кондиционер Living Spray То что называется С кактусовой водой От Husk Я очень люблю марку Husk Я начну с этого Просто чтобы вы не думали Что я слишком ругаюсь на них Я очень люблю эту марку У меня было множество Шампуней Шампуней Кондиционеров Несмывашек Масла для волос У Husk В принципе Одни из лучших Поэтому я люблю эту марку Она обычно хорошо работает С моими волосами Но Этот Спрей Такое ощущение Что он делал мои волосы Хуже Когда я его наносила И я довольно долгое время думала Возможно мне кажется Возможно в следующий раз Будет лучше И он у меня уже Мне кажется Года два Да Наверное года два И я регулярно им пользуюсь И я такая Он просто закончится И я забуду об этом Но сейчас я думаю Как бы зачем я это делаю с собой У меня много Несмывашек Ну вот спреев Которые мне нравятся Есть которые стоят И которым я хочу Начать пользоваться И этот просто стоит И не дает мне им пользоваться Я такая Почему ты делаешь это с собой У тебя есть выбор Человек Поэтому я просто Расстаюсь с ним Он мне не подошел К сожалению Опять же У Husk Есть много прекрасных средств Но это Вот по крайней мере С моими волосами Просто нет Они были как будто Знаете Хрустящие Как будто Я не могу сказать То есть Они были как будто Более сухие И немножко склеенные После него Вот Звучит плохо Но я не знаю Как объяснить Это по-другому К сожалению Потом у меня Закончилась ночная маска От Новосвит Альфа Ой Айчей Альфа Гидроксикислоты Обновление И упругость Вот эта маска Айчей кислоты Это очень хорошо Потому что Они помогают Как бы растворить Все лишнее У вас на лице Что здорово Ну не растворить Но как бы снять Лишнее цвет лица Лучше Ну как бы экстра Все становится лучше Не могу сказать Что я взяла Какой-то дикий эффект Этой маски Я ее делала Где-то раз в неделю Но наверное эффект Но наверное эффект был В принципе у меня кожа Сейчас в нормальном состоянии Единственное Эта маска Никогда до конца Не впитывалась И она оставалась Некоторым слоем У вас на лице И в какой-то момент Она обтиралась В мою подушку У них все довольно Хорошие средства У меня был шампунь Из этой же линейки Но шампунь закончился Несколько месяцев назад Он также мне очень понравился Дальше Так Окей С чего начать Даже Давайте Вот потому что Эта упаковка с кофе Довольно Большая Я просто хочу От нее избавиться Я вам сейчас рассказываю Про кофе Который у меня кончается Потому что вдруг вам Это интересно Intensa Scalaforte Café Tosta Tosta Ingrani Вот Как это выглядит Я пыталась Прочитать по-итальянски Я прошу прощения Если вы знаете итальянский И вам сейчас было Больно Кофе вкусный Прекрасно пах Не горький Довольно мягкий Такой вкус Но в то же время Достаточно крепкий Чтобы бодрить по утрам Поэтому он мне безусловно Понравился Безусловно Могу его рекомендовать Да Creamy and full Вот Да То есть он был Как бы кремовый Не слишком терпкий Приятный Но Тем не менее Не слишком Ну как бы Medium Да Вот Лучшее описание Не слишком крепкий Но и не слишком мягкий То есть В самый раз Идеальная такая Золотая середина Мне он очень понравился Я его безусловно Куплю снова Да То есть и в турке И в гейзерной кофеварке И в кофемашине Он был отличный Дальше Тканевые маски Их опять много Я в последнее время Много пользуюсь Тканевыми масками Я с тобой очень довольна Так Шири Я ее делала сегодня с утра Это Тканевая маска Она у нас Так На тканевой основе Пептид Синэйк И ретинол Вот тут нарисована змея Возможно Есть Да Со змеиным ядом Она была классная То есть я ее нанесла Кожа потом была в полном порядке Такая приятная И увлажненная И все было супер Поэтому мне эта маска понравилась Дальше Я недавно делала вот такую маску Это у нас Молоко Камон Марка Название было здесь А Фани Органикс Да Фани Органикс Точно Это молочная маска С кокосовым молоком Да Молочный комплекс Экстракт кокоса Она мне понравилась Она так хорошо Увлажняла кожу Она была такая приятная Одна из тех масок Которые вы наносите И вы чувствуете Как кожа увлажнена И Я бы сказала Что она ее Еще немножко успокаивала Сейчас вот Жара и моя кожа Такая как бы Вау Это слишком горячо Даже для меня Дальше я делала Вот такую Гиалуроновая Тканевая маска Оганик Роуз От Неви У Неви недавно Вышла линейка С розовой С розовой водой И она была Очень классная Она была такая Приятная на лице И сама маска Вот как бы Сама ткань Была Настолько Тонкая И как будто Немножко гелевая Она так здорово Облегала лицо Просто вот как бы Все Все лицо Вот прям Она идеально прилегала Прям Супер сделана В этом плане Дальше Фани Органикс Я люблю Фани Органикс Мы сейчас к ним Еще вернемся Бабл Мания Антиэйдж маск С черничкой Дикая черника Она была пузырьковой Свои ее наносите Она пузырится Я люблю пузырьковые маски Когда мне нужно Немножко очистить кожу Но не слишком сильно То есть она Немножечко ее очищает И также за счет этого Она позволяет Полезным ингредиентам Ингредиентам из маски Лучше проникнуть в кожу Я вот на этой неделе Ее делала И мне очень понравился Эффект То есть кожа была Прям такая Класс Я после тренировки Как раз делала После растяжки И моя кожа такая Вау Да Обновленная Классная Супер Дальше маска Шири Снова Вот из этой линейки Антиоксидантных Тут акула у нас Вот так Уникальный компонент Сквалан Сквалан Вот Конец истории Также приятная На лице маска И тут довольно много Сыворотки Я иногда потом Использую часть И сыворотки И по вечерам Ее наношу Также очень хорошо Увлажняла И птала кожа Так А это у нас Опять же Fani Organics Я их люблю Это моя любимая Их линейка Буренка Послушайте Дизайн Конечно Смелый Я оставлю это на этом Но Сами средства Просто потрясающие Тканевые маски У них были просто лучшие Особенно CC и BB Которые немножко Выравнивали цвет лица Вау Они были у нас Столько хорошие Но это было Также классно Здесь два саше Две маски Утренняя Маска праймер И вечерняя Маска обновления То есть утром Когда у меня было время Я перед макияжем Делала эту маску И моя кожа была в полном порядке И макияж потом так здорово ложился И в целом Это реально как праймер То есть кожа Текстура лучше Состояние кожи лучше Косметика потом Хорошо ложится То есть просто все было Отлично в этой маске А вечером Если мне нужно было Какое-то экстра Восстановление кожи Я носила эту маску Прекрасная Сочная В целом Мне очень понравилась Эта концепция То что Утренняя и вечерняя маска В одном Вот этом В одной упаковке Прямо Класс То есть Линейка Вот в плане средств Была прямо Очень-очень Очень-очень-очень Хорошая Так А дальше В этом месяце Мы были В очередной поездке На этот раз В Калининграде И у меня теперь Есть морявки Из Калининграда Которые ездили со мной Итак Первое Это шампунь Урьяж Это шампунь Моего супруга Это мне кажется Специальный мужской шампунь По крайней мере Мне он попадался В бьюти боксе Как раз в мужском бьюти боксе Ну не мне Моему мужу формально Он попадался В мужском бьюти боксе Ему он очень понравился У нас К счастью Есть несколько бэкапов Этого шампуня Поэтому Тут все Отлично Дальше А Это было не из поездки Просто Нет Это было из поездки Сейчас Или нет 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 Просто Стояла на раковине И мы температуре Умывались Это Зайтун Sugar Cleanser Маздар Это Мне кажется Легендарный Гель для умывания От Зайтун Моя подруга Блогер Килми Автосапа Она просто клянется Этими средствами Она такая Вау Мне кажется Зайтун одна из тех марок К которым многие люди относятся С предубеждением Что как бы Ну просто марка Которую рекламирует блогер Она такая Блин я покупаю свои деньги Просто обожаю И я наконец-то попробовала Тоже это средство И оно потрясающее Оно так хорошо очищает Во-первых Оно пахнет райски Просто Господи Так вкусно Чем-то сладким Немножко приторным Но очень приятным Наверное За счет того Что Мне кажется Или нет Да Сахарный Сахарный Точка Сахарный Гель для умывания Да Сахарный Увлажняющий С гиалуроновой кислотой Вот Вот почему пахнет Слазненьким сахаром Он так хорошо очищал Но при этом нежно Но при этом эффективно Вау Мой муж тоже им пользовался Им тоже очень понравилось Это средство Оно потрясающее Просто серьезно Очень вам рекомендую Попалась мне в каком-то Бьюти-боксе И у меня есть несколько Бэкапов И это просто Лучшие новости На свете Так Дальше Из поездки Так Это не из этой поездки Это из нескольких Предыдущих Зубная паста Спаста I'm spicy Опять из какого-то Бьюти-бокса Она ездила с нами В Стамбул И в Евпаторию И после Евпатории Осталось немножко Мы просто ее допользовали Она приятная У нее нету Вот этого ментолового Привкуса Как у многих Других паст И это Их хорошо И немножко Непривычно Но в принципе Она очищала зубы Как бы Как любая другая паста Она мне кажется С корицей Я практически уверена Что она с корицей Она прикольная Такая Необычная Но прикольная Я Не знаю Насколько я буду Сама ее Перезаказывать Но как бы Попробовать Было прикольно Еще одна зубная паста Которая просто закончилась Потому что раз уж мы говорим Про зубные пасты Это Фаберлик Мягкое отбеливание Вот она более ментоловая Да Я ее специально открыла Чтобы понюхать Насколько она ментоловая Очень ментоловая Она мне нравится Мне кажется Уже у меня вторая Или третья такая паста Я их регулярно Перезаказываю Они мне нравятся Мне кажется Вот сейчас Ко мне идет заказ Фаберлик В котором также есть эта паста Я всегда их перезаказываю Они мне нравятся Они классные Возвращаясь к поездке У меня закончилась Вот эта вот Малявочка Это Биодерма Их Мацеллярная вода Изначально я брала ее С собой в Стамбул У меня немножко осталось Я такая На мини поездку Мне хватит И как раз я брала ее С собой в Калининград Мы там были Всего 5 дней Поэтому Мне как раз ее хватило Биодерма Это мне кажется Первая марка Которая выпустила Мицеллярную воду Их мицеллярная вода Считается как бы Образцом мицеллярной воды То есть это вот как бы То на чем основывались Все остальные марки Которые делали мицеллярную воду Но до сих пор Многие блогеры Я от них слышу Что как бы да Там такая-то Такая-то мицеллярная вода Хорошая Но не сравнится с Биодермой Все равно покупая Биодерму Лучшая мицеллярная вода И поэтому Когда она у меня Впала в бедевок Я такая Наконец-то Лучшая мицеллярная вода Наконец-то Я приобщусь К этому великолепию Она хорошая Не поймите меня неправильно Она хорошая Она смывает макияж Точка Она смывает макияж Я не заметила ничего Помимо того Что делает Любая другая мицеллярная вода Честно говоря То есть 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 мицеллярные воды Которые мне не очень нравятся Которые такие как бы Но Абсолютная большинство из них Как мне кажется Делает то же самое Что и она Поэтому Она закончилась Она мне понравилась Как бы Я не хочу ее ругать Она мне понравилась Но в ней не было Ничего экстраординарного Честно говоря Дальше закончился Тонер от Доктор Джи Он со мной ездил В Прагу В Стамбул Нет, в Стамбул не ездил В Прагу В Карелию В Евпаторию В Калининград Его хватило надолго Он такой приятный Он увлажняет И питает кожу Он просто потрясающий на коже Очень-очень Очень приятный И опять же Он универсальный В плане времени года Потому что В Праге мы были В начале весны Было еще довольно прохладно В Карелии мы были В начале мая Но там был снег В Евпаторию мы были Когда там было там Типа плюс 25 Было очень жарко И во всех погодных условиях Моя кожа была в полном восторге От этого тонера Поэтому Да, он мне очень Очень понравился Дальше Линзы Адрия Элегант У меня они были Грин Ну как были Они все еще у меня есть Ну просто Как бы упаковку Показываю Они хорошие Они очень зеленые И они очень комфортные Поэтому Да, они мне Безусловно понравились Дальше Закончился Крем Авьен Бомный Это ночной Бальзам Он прекрасно Увлажняет кожу Ездил со мной И в Карелию И в Калининград Да И вот еще Для использования В Москве Мне хватило У меня из этой же линейки Есть дневной крем Но вот он все Никак не закончится Но он прям Такой Очень-очень-очень Увлажняющий Поэтому я его Не каждый день Сейчас могу использовать Потому что как бы На улице Плюс 36 И супер увлажняющий крем Для моей жирной кожи Это немножко-множко Поэтому его использую Не так часто Как этот ночной Но он мне тоже Очень нравится Вот Ночной мне очень понравился Очень приятная кожа Но в то же время Он не делал мою жирную кожу Опять же слишком жирной Не вызывал никаких реакций Ничего такого Так Дальше Шампуни И мы закончим Так Брала с собой В Калининград Естественно Это у нас А Матрикс Вот эти вот Крой Крошки Мне кажется Я про них рассказывала Еще в прошлом видео Мне подруга В какой-то момент Давала очень много Этих пробников И они у меня Просто никак не закончатся Я их брала с собой В Евпаторию В прошлом Месяце И в Калининград В этом Они мне очень нравятся Хорошо промывают волосы Как бы Да Все с ними в порядке Также Закончились Сейчас Вот эти вот два средства Это шампунь И Кондиционер От Ричена Очень классные Но Когда мы были Ну мы были не в Калининграде Под Калининградом В Кентарном И Там вода Какая-то Я не знаю Возможно Как бы Зависит от того Где вы Но вот В том конкретном месте Где мы были Вода Какая-то очень Она плохо промывала волосы Вот что я могу сказать И Я просто этими средствами До этого пользовалась Я помню Что они были прекрасные А тут Как бы Мои волосы были не промыты Но это Мне кажется Проблема не этих средств А от того Что вода Как-то Мне кажется Плохо их промывала Потому что Вот с этими Было то же самое Как бы Опять же Я очень люблю эти средства Но волосы были Не очень промыты И как бы Но проблемы Не средств Вот К слову про промытость Когда я вернулась Я понимаю Что мне нужно Максимально глубоко Глубокое очищение Кожи головы И волос И поэтому Я достала Вот эти крошки Это Франк Право Дип Клин Витади Это шампунь и кондиционер Они лучшие Абсолютно лучшие И они сняты С производства У меня Было Два Вот таких Сашинского Два шампуня Два кондиционера Один я использовала А вот эти два Я берегла Я берегла Их на черный день Я знала Что в какой-то момент Мои волосы Будут в таком состоянии Что им нужно будет Просто экстра Очищение И этот день наступил Я вернулась из Калининграда Я такая Так Ребята Ваш звездный час И они прекрасно Очистили мои волосы Мои волосы снова были Прям до скрипа Такие чистые Но при этом Эти средства Не сушат волосы При том что Абсолютное большинство Глубоко очищающих шампуней Очень сушат волосы Здесь этого нет То есть Они их очень хорошо очищают Но при этом Кондиционер их питает И поэтому потом Волосы в порядке Они просто Очень чистые Но увлажненные И хорошо расчесываются И все классно Я не понимаю По какой причине Они были сняты с производства Я оплакиваю их до сих пор Они были потрясающие Как бы Один из тех моментов Когда марка такая У нас есть хорошее средство Как насчет того Чтобы снять его с производства Супер Принято Снимаем его Классно Похожее средство Есть у Чарльз Уорстинтон Тоже глубоко очищающие Они даже в похожей упаковке То есть черно-белая Такая упаковка Мне кажется Тоже у меня были эти средства Закончились И сейчас я без них Такая как бы У меня просто очень много Шампунь и кондиционеров Я пока не могу для себя Оправдать покупку Еще большего Но в какой-то момент Я к ним вернусь Ну как бы Ничто не очищает волосы Лучше чем вот они И Чарльз Уорстинтон В принципе Как бы клоузуна В этом плане Вот Ну да И последнее И последнее Опять же я ездила со мной В Калининград Это молочко для тела От Клорейн Оно было классное У меня кожа там очень сохла Потому что опять же Вода, которая Честно говоря У меня кожа сохла Не очень сильно Но тем не менее сохла И плюс мы целыми днями Гуляли на солнце Поэтому моя кожа Нуждалась в экстраподпитке И это молочко Давало мне все Что было нужно Поэтому да Оно мне очень-очень Очень понравилось В этом видео Есть много того Что очень-очень Очень понравилось Да Прям как бы Эй Вот Не исключаю Что в какой-то момент Закажу его сама У меня на губах Как вы наверное Могли догадаться Возможно я это говорила Но я уже не помню Вот эта помада Colorpop Крипа Которая у меня закончилась Собственно Я как бы выскребала Последнее Чтобы нанести сейчас на губы С большим трудом Но мне это удалось Также Если вдруг вам интересно Что мне было бы интересно Сережки Которые на мне Это Сваровские Это коллекция С супер-женщиной И их можно заказать В магазине All Time Я кину ссылку на них Потому что Когда я их увидела Я на них долго смотрела Прежде чем их заказать Потому что я такая Как бы Насколько вообще Они идеальные Смотрите на них Сваровские в целом Я обожаю Сваровские Окей Я обожаю Сваровские Они делают такую красоту Просто Вот И так Это все Все, что у меня закончилось Не так много всего Но я все равно наболтала Больше, чем на полчаса Потому что Я люблю болтать Про косметоз Что я могу сказать Спасибо большое за просмотр Хорошего дня Прекрасного настроения И мне кажется Что матч чемпионата Европы Начинается Поэтому я пойду Доставать колу с чипсами Пока, друзья Люблю вас всех Продолжение следует...